Глину я беру в Лауре, Ленинский район, потом я привожу эту глину, она вылеживается у меня три года в воде, после этого я его процеживаю через сито, мелкое сито. Сухроп Саидов один из самых известных мастеров по керамике в стране и обладатель двух знаков качества ЮНЕСКО. Он более 15 лет занимается керамикой малых форм. Сухроп охотно раскрывает секрет ремесла и подробно объясняет весь процесс изготовления произведений искусства из глины. Выливаем обратно в ведро излишки вот этого шликера. Так как сухроп занимается малыми формами, а это очень мелкая работа, он отливает свои заготовки. Небольшой гончарный круг нужен только для удаления излишков. Затем мастер вручную при помощи специального ножа наносит орнамент. Лекала сухроп не использует и работать надо очень аккуратно, с хирургической точностью. При малейшей ошибке заготовка будет безвозвратно испорчена. Выбрать орнамент, вариантов очень много, поэтому вот когда берешь глину чистую такую, надо сидеть и думать, вот какой орнамент, уже представить, какие краски будут. После просушки сухроп раскрашивает керамику глазурью. В Таджикистане ее не производят, поэтому приходится заказывать за границей. Дело это долгое и рискованное. Иногда попадается некачественный краситель. Тогда вся партия керамики идет на выброс. 80% времени уходит на подготовительную работу. То есть это найти сырьематериалы, эти сырьематериалы приспособить к тому, что я делаю. Поэтому где-то 20% времени у меня остается на творчество, на работу. Конкурентов у сухропа почти нет. Слишком много сложностей с производством керамики, а покупателей мало. Небольшую партию кувшинчиков, ароматических ламп и посуды он продает месяцами. Мастер, работая над обой, не может позволить себе открыть мастерскую. Хотя сухроп готов обучать своему ремеслу бесплатно, очередей к нему нет. В выставках, в фестивалях молодежи, где я участвую, они подходят, спрашивают, можно ли научиться. А молодежи, у них времени, так скажем, очень в обрез, терпения не хватает, чтобы долго сидеть и работать. Ярмарки – одна из немногих возможностей для большинства ремесленников заявить о себе и заработать. Поэтому такие мероприятия проводятся очень часто по всей стране. Мастера в основном рассчитывают на туристов, сотрудников иностранных компаний и организаций. Я задумывался, как сделать свои изделия из плодов граната, чтобы покупали иностранцы. Я начал наносить национальные орнаменты Чекан и Атлас. Дальше я придумал украшать гранаты рисунками, которые наносятся на тюбетейки. Ведь в Бадахшане, Согде и других районах страны разные узоры тюбетеек. Выбор большой. Керамика, ткани и одежда, женские украшения и бижутерия, музыкальные инструменты, картины. Цены начинаются с одного доллара и доходят до нескольких сотен. Также ремесленники не отказываются и от индивидуальных заказов. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.